Расплавленный металл разливается в формы. На этом столеритейном заводе производятся компоненты для железнодорожного транспорта и мостов. Потребление энергии и в первую очередь газа высокое. Прекращение поставок голубого топлива может иметь для этого предприятия непредсказуемые последствия. Прекращение подачи газа означало бы немедленную остановку производства здесь, в Мюрхайме на Руре. Эмбарго на поставки газа из России приведёт, по мнению Федерального агентства по труду, к росту безработицы в Германии, заявил глава агентства Детлев Шелля. По его словам, остановка отдельных сегментов промышленности может породить цепную реакцию. В Германии, да и не только в ней, неуверенность на фоне неопределённости с поставками энергоносителей из России царит прежде всего в отраслях, использующих энергоёмкое производство. Германия и Европейский Союз более-менее способны справиться с нефтяным эмбарго. Сейчас мы нашли других поставщиков. Но вопрос в том, как отреагирует на это российская сторона. Перекроет ли Путин газ из-за санкций? Это создаст уже совершенно другие проблемы. Это поставит под серьёзную угрозу нашу промышленность, наш малый и средний бизнес. Накануне, в понедельник 2 мая, в Брюсселе на экстренное заседание собрались европейские министры энергетики, чтобы обсудить растущие цены на энергоносители, а также использование России углеводородов для шантажа Европы. По итогам дня Еврокомиссар по энергетике Кадри Симпсон заявила, что платить «Газпрому» в рублях по предложенной России схеме является нарушением санкций. И в Евросоюзе нет компаний, которые будут это делать. Решение «Газпрому» приостановить поставки газа в Польшу и Болгарию знаменует собой очередной поворотный момент в нынешнем кризисе. Это неоправданное нарушение существующих контрактов и предупреждение, что любая страна ЕС может стать следующей. Многие европейские энергокомпании должны произвести очередной платёж «Газпрому» в середине мая и пытаются понять, что им делать. Мы должны дать им ясность. Оплата в рублях через их механизм, управляемый российскими государственными органами. И второй счёт, открытый в банке «Газпрома», является нарушением санкций. На это соглашаться нельзя. Ранее Еврокомиссия сообщала, что 97% всех договоров о поставках газа «Газпромом» в ЕС прямо предписывают оплату в евро или долларах США. При этом Симпсон заверила, что сейчас не существует риска для безопасности энергообеспечения ЕС. Газ поступает в Польшу и Болгарию из Германии и Греции. В то же время Симпсон пообещала, что ЕС подготовит новые, более детальные разъяснения, что могут и чего не могут делать компании в соответствии с санкциями. Еврокомиссар подчеркнула, что у всех государств ЕС должны быть планы на случай полного прекращения поставок газа «Газпромом» и что ЕС не сможет заменить весь российский газ. А это 155 миллиардов кубометров в год. Рост поставок сжиженного газа из США, а Байден пообещал недавно дополнительные 15 миллиардов кубометров в этом году осуществить в краткосрочной перспективе будет трудно. Это юг американского штата Луизиана. Здесь строится ультрасовременный терминал для сжиженного газа. Планируется, что три четверти газа отсюда будут поступать в Европу, а четверть — в Азию. Но пока это только планы. И большая стройка. Это очень долгий процесс, прежде чем мы завершим все работы. Для нас это 2026 год. Тогда мы выйдем с сжиженным газом на рынок. Обсуждался на понедельничном заседании и возможный запрет на импорт российской нефти. Однако тут у ЕС нет пока единого ответа. Российская нефть составляет около 26% от общего объема импорта нефти в Евросоюз. Однако некоторые члены ЕС больше других зависят от российских поставок. Среди этих стран — Венгрия и Словакия, которые в прошлом году импортировали, соответственно, 58,96% нефти из России. Европа зависит от российских углеводородов. И она крайне обеспокоена возможностью перекрытия топливного крана. Но может ли со своей стороны Россия пойти на это, полностью отказавшись от европейских денег? Практически вся энергетическая инфраструктура России была построена более или менее пять десятилетий назад, то есть во времена СССР, с условием того, что основные энергетические рынки находятся в Европе. Именно поэтому направление энергетической сети, трубопроводов, в основном западное. Конечно, существуют трубопроводы для поставок нефти и газа на азиатские рынки. Например, трубопровод Восточный Сибирь-Тихий океан. Но проблема в том, что мощности этой восточной инфраструктуры недостаточно, чтобы возместить то, что может быть потеряно в случае полного отказа от экспорта в Европу. Однако в Европе осознают, что когда в Кремле принимают те или иные решения, там далеко не всегда руководствуются рациональными соображениями. Так что Россия для ЕС ненадежный поставщик. И поиск альтернативы российским поставкам продолжается.